Добрый день, дорогие слушатели! Мы сегодня с вами продолжаем заниматься практической или ситуативной грамматикой, то есть грамматикой, которая привязана к определенным ситуациям и всплывает вместе с этими ситуациями у вас как бы в голове, и так, что не тормозит вашу речь. Вы продолжаете говорить свободно, потому что вместе с ситуацией вы понимаете, какая грамматика к ней привязана и как это сказать. Какие у нас сегодня будут ситуации? Первая ситуация – это ситуация, когда грамматика используется в эмоциональном значении, в эмоциональных контекстах с негативным оттенком, с оттенком раздражения. В русском языке у нас для этого есть слово «вечно», то есть мы передаем это скорее лексически, вот с таким негативным оттенком. Например, «вечно ты звонишь мне по ночам». В английском языке это грамматика континьюса, present continuous, именно со словом always, то есть present continuous и слово always, два условия. То есть как только вы хотите сказать, что что-то вас бесит, раздражает, потому что оно все время повторяется, вы говорите слово always плюс continuous, так же, как в русском языке вы в этом случае говорите «вечно что-то происходит». Например, «вечно здесь идет дождь». Давайте теперь вы попробуйте, я схематично набрасываю вам ситуацию, а вы из нее делаете полноценное предложение с правильной грамматикой. Например, «кто-то все время курит здесь». Вторая ситуация. «Кто-то все время рассказывает одни и те же анекдоты». Следующая ситуация, вот так схематично я ее набросаю, когда кто-то все время задает вам вопросы, на которые вы не хотите отвечать. Следующая ситуация. «Кто-то», чаще всего это бывает ваш брат или сестра, берет ваши вещи без разрешения. «Take my things without permission». Не забывайте, слово always должно присутствовать и present continuous. Следующая ситуация, тоже довольно типичная для нашего быта, когда кто-то включает музыку на полную громкость. И вы говорите «вечно они врубают музыку на полную громкость». И, наконец, последняя ситуация. «Вечно ты все делаешь в последний момент». Не забывайте про слово always. Следующая грамматика, которую мы разберем, очень простая, очень разговорная и очень нужная. Это когда вы говорите о будущих планах, вы используете оборот «to be going to», который фактически означает планировать что-либо или собираться что-либо сделать. Например, «I'm going to meet my friends at the weekend». В выходные я собираюсь встретиться с друзьями. Это ваши планы. Здесь все очень просто. Очень разговорная, очень простая грамматика. И единственный момент, о котором нужно помнить, это что вот надо избегать «to be going to go». То есть с глаголом «go», как правило, этот оборот не ставится, а вы просто тогда оставляете его сам по себе, и он превращается в такой present continuous. Если вы хотите сказать, например, «в воскресенье мы идем на день рождения», то вы говорите просто «we are going to the birthday of my friend on Sunday». Со всеми другими глаголами спокойно можно использовать этот оборот в значении «собираться». Например, «в выходные я собираюсь выспаться» или «встать поздно». То есть у меня будет такое ленивое утро. Или, например, «в выходные мы поедем к бабушке с дедушкой». Или «в следующем месяце я собираюсь поискать новую работу». Или «я хочу сделать ремонт в доме». Собираюсь сделать ремонт в доме. Или «на майские праздники я собираюсь провести несколько дней на даче или за городом». Думаю, что я не буду здесь больше придумывать контексты, а я бы хотела, чтобы вы сделали паузу и просто рассказали, что вы в действительности планируете сделать в ближайшие выходные, в ближайший ваш отпуск, в ближайшую неделю или в ближайший месяц и так далее. Следующая грамматика – это такой простой вариант отрицания, когда вы отрицаете какое-то существительное. Вы просто перед ним ставите «но». Например, «we have no time to discuss it». У нас нет времени на обсуждение этого. И вам тогда не нужно делать никаких отрицаний при глаголе, вы просто ставите «но» перед тем существительным, которое вы отрицаете. В данном случае это существительное время. «We have no time». Или вы можете сказать «у меня нет денег покупать такие дорогие машины». «I have no money to buy such expensive cars». Или, например, «у меня нет никаких планов, никаких идей, как мы могли бы провести отпуск». «I have no plan» или «I have no idea how we could spend our vacation». Теперь ваша очередь. «У меня нет никаких идей, как можно было бы решить эту проблему». «I have no idea solve». «У меня совершенно нет никакой одежды, чтобы ходить в лес зимой». «У меня нет намерения ремонтировать дом». «У меня нет специальной программы, чтобы делать такие видео». «У тебя нет медицинского образования, чтобы рассуждать об этом». И последнее. «У него нет врагов, которые могли бы это сделать». «У меня нет специальной программы, чтобы делать это сделать».